всем доброго времени суток вещают могилёвские хроники настоящий выпуск это продолжение поднятой тематики утраченной архитектуры города могилёва третья часть будет посвящена важным административным сооружением которые были утрачены либо практически не сохранились до наших дней видео будут использованы исторические фотоснимки взятые из частной коллекции олега лесовского впервые целенаправленная подготовка женщин для ухода за больными и ранеными в российской империи начал осуществляться крестовоздвиженской общины сестер попечения о больных и раненых воинах россии учрежденная в сентябре 1854 года в петербурге великая княгиней елены павловной 15 мая 1867 года император александр второй утвердил устав общество попечения о больных и раненых воинах которое в 1879 году было переименовано в российское общество красного креста история работы красного креста на территории современной беларуси берет начало во второй половине 19 столетия 1872 году создается минское местное управление российского общество попечения о раненых и больных воинах вслед за минским было открыто витебская а затем могилевская могилевская александровская община сестер милосердия была организована 14 ноября 1895 года при ней функционировала амбулаторная лечебница которой медицинская помощь оказывалась всем приходящим больным с бесплатной выдачи лекарств с 1 марта 1897 года в ней было организовано отделение для стационарно-хирургических больных 1904 году открылась аптека при которой в апреле того же года появилось заведение искусственных минеральных и газовых фруктовых вод во второй половине 19 начале двадцатого века могилеве были созданы специальные учебное заведение где готовили специалистов для ремесленного производства торговли сферы образования здравоохранения и культурой первой отрасль профессионального образования которая начала развиваться могилеве стало медицинское образование начале 1865 года открылась могилевская павиальная школа губернская больница приказа общественного презрения стала ее клинической базы там же располагались классы и общежития для учениц на первоначальном этапе в учебном заведении готовили сельских павиальных бабок лишь для могилевской губернии но местная администрация выступила с предложением по целесообразности подготовки в могилеве специалистов для северо-западного края министерстве внутренних дел поддержали данную инициативу и 6 мая 1874 года могилевская павиальная школа получила статус центральной для могилевской минской и витебской губерний администрация могилевской губерний во главе с губернатором димбовецким смогла реализовать идею создания учебного заведения для подготовки фельдшеров так как стремилась к расширению масштабов медицинской помощи крестьянскому населению и уже имела опыт организации павиальной школы 14 января 1875 года состоялось открытие центральной фельдшерской школы для могилевской минской и витебской губерний 1902 году это школа переведена из небольшого деревянного дома каменное трехэтажное здание на углу почтовый и зеленый улиц 31 марта 1905 года николай второй по докладу министра внутренних дел присвоил учебному заведению наименование могилевская центральная фельдшерская школа императора александра второго 12 января 1912 года могилевская губернское земское собрание постановило преобразовать фельдшерскую и павиальную школы фельдшерско-акушерскую для подготовки специалистов более широкого профиля залогом плодотворной деятельности медицинских учебных заведений могилеве на протяжении длительного времени являлось наличие квалифицированного педагогического персонала преподаватели специальных дисциплин фельдшерской павиальных школ имели высшее образование активно участвовали в деятельности могилевского общества врачей заседание которого проходили в здании фельдшерской школы также являлись членами местного комитета Российского общества Красного Креста и проявили себя в других сферах общественной деятельности. Несмотря на различные трудности, павиальная и фельдшерская школы успешно функционировали, о чем свидетельствуют благоприятные отзывы современников о высоком уровне подготовки выпускников. Подходы к формированию ученического состава обоих медицинских учебных заведений отличались сходными чертами. Учащиеся делились на две категории – пансионеров и вольно приходящих. Пансионеры получали не только образование, но и полное материальное обеспечение на период обучения. Из-за этого были связаны обязательством прослужить определенный срок на государственной службе, оказывая медицинскую помощь населению. В первые годы существования школ пансионеры насобирались из крестьянских детей. В последующем их состав постепенно расширялся за счет мещан, детей нижних воинских чинов, разночинцев, дворян и чиновников. Что же касается вольно приходских учеников, то среди них были лица разных сословий и вероисповеданий. Причем в начале 20-го столетия примерно половину из них составляли учащиеся из сословной группы мещан еврейской национальности. Получение медицинского образования в фельдшерской и павиальных школах стало одним из каналов социальной мобильности. Способствовало включению выходцев из белорусских христиан и мещан в ряды интеллигенции. Дало некоторым из них возможность проявить свои способности начальный период становления белорусской государственности. Содействовало появлению среди выпускников известных деятелей системы здравоохранения Белоруссии. Подготовка медицинского персонала в Могилеве занималась также организованная в 1895 году Александрийская община сестер милосердия Российского общества Красного Креста, которая в месте состоявшей при ней лечебница размещалась в двух каменных зданиях на Малой Садовой улице. Община представляла собой учреждение полузакрытого типа для подготовки женского санитарного персонала для ухода за больными, ранеными в мирное и военное время. Звание сестры милосердия давалось при условии сдачи соответствующего экзамена, который служил гарантией надежной теоретической подготовки. На протяжении двух лет могилевские врачи читали ученикам теоретические лекции по таким дисциплинам, как внутренние кожные и глазные болезни, диагностика, гигиена и хирургия. Кроме того, с сестрами проводили занятия по закону Божьему с целью формирования их высокого нравственного облика. И хотя деятельность общины сестер милосердия не была столь масштабной, как фельдшерская и певиальных школ, она также внесла вклад в распространение медицинского образования. До 1915 года могилевская община подготовила 280 сестер милосердия. Кроме того, в общине обучали аптекарскому делу и среди сестер милосердия общины отправляли на фронт в годы Первой мировой войны. Впоследствии здание Александрийской общины сестер милосердия в годы Великой Отечественной войны было в значительной степени повреждено, что подтверждают немецкие аэрофотоснимки. В послевоенное время здание разобрано и на этом месте обустроен детский сад. О здании могилевского губернского казначейства и казначенской палаты информации в открытых источниках и литературе не столь много. После присоединения могилевских земель к Российской империи в 1772 году торговая площадь была переименована в губернаторскую. С территории площади снесли все лавки, магазины и иные постройки, которые не вписывались в новую концепцию, а на их месте построили четыре двухэтажных административных здания. Одно из этих зданий было предназначено для вице-губернатора и его двух советников. Было возведено в конце 1770-х, начале 80-х годов 18-го столетия. Здание расположилось на пересечении губернаторской площади и улицы Шкловской, ныне Первомайская. Внутри здание разделялось на три части. Одна со стороны в Шкловской улице имела отдельный вход и принадлежала вице-губернатору. Две другие также имели отдельные входы. Могилевская казенная палата была образована в 1778 году при создании могилевского наместничества в соответствии с указом об учреждении Могилевской и Полоцкой губернии. Наставание высочайше утвержденных учреждений для управления губернией от 7 ноября 1775 года находилось во введении Сената и являлось коллегиальным органом. Палату составляла экономическая и таможенная экспедиции, которые делились на столы. Штат палаты на момент создания состоял из вице-губернатора, директора экономии, одного советника, двух асессоров и губернского казначея. Директоры экономии и губернские казначеи назначались Сенатом по предоставлению губернского наместнического правления. Советник и асессор определялись Сенатом. Казенные палаты ведали с заводами и фабриками, сбором хлеба и фуража, сооружением и содержанием казенных зданий, мостов. Им же поручалось следить, чтобы в губернии не проводили незаконные сборы, вести учетно-статистическую работу по ревизии податного населения. Могилевская казенная палата прекратила свою работу в 1797 году при объединении Полоцкой и Могилевской губернии в Белорусскую. Деятельность Могилевской казенной палаты была восстановлена с образованием Могилевской губернии. В этот период казенная палата представляла собой как финансовое, так и административно-хозяйственное учреждение. В своей деятельности подчинялось Министерство финансов. С созданием в 1821 году в структуре Министерства Департамента Государственного Казначейства перешла в его введение. Могилевская казенная палата занималась распределением налогов и осуществлением контроля над их поступлением, следила за поступлением доходов с государственного имущества, литейного и солярного отдела, проводила периодические ревизии, хранила по ним документы, контролировала отчетность должностных лиц. До 1845 года казенная палата возглавлялась вице-губернатором, а впоследствии назначаемым им председателем. Руководство совершалось общим присутствием полуколлегиальным органом, который состоял из назначаемых советников и асессоров, при введении которого находилось разрешение дел. В 1885 году при казенных палатах были образованы губернские податные присутствия и введены должности податных инспекторов. В 1898 году их ликвидировали, а их функции передали общему присутствию палаты. Упразднены казенная палата декретом Совета народных комиссаров от 31 октября 1918 года. Причем интересно, что Могилев даже издавал свои собственные банкноты. Произошло это сразу после оккупации города в марте 1918 года. Так, газета «Могилевский голос», первый ее номер от 1 марта 1918 года. В рубрике «Оккупированный Могилев» была помещена следующая заметка. «Выпуск БОН. В вечернем заседании намечен целый ряд мероприятий, могущих значительно облегчить условия местной жизни, выбитые из обычной колеи. В ряду этих мероприятий особенную важность имеет возможность устранения финансовых затруднений путем выпуска так называемых БОН. Какова система практикуется уже во многих оккупированных местностях нашего края и успела дать весьма утешительные результаты. Решено, что выпуск БОН осуществило Могилевское отделение Государственного банка. Надо отметить, что могилевские деньги потерпели полный крах. Никто не принимал их в качестве оплаты на рынке, требовал ли оплачивать керингами. Поэтому уже через 8 месяцев они были изъяты из обращения и заменены государственными знаками. Еще одна интересная деталь – это изображение денег, а вернее рисунок. Взято из одесского разменного билета 3 рубля. Основное отличие билетов – в нижнем левом углу. Герб Одессы заменен на герб Могилева, а в правом нижнем помещен герб Могилевской губернии. В 1926 году в здании вице-губернатора расположился штаб воинской части. В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало от пожара, что подтверждает фотографии военных лет. Уже после войны, когда город восстанавливался, часть зданий на площади была полностью разобрана. В 1959 году на месте бывшего дома вице-губернатора появляется пятиэтажный дом. Следующая в нашем списке – небезызвестная гостиница Франция. В последней четверти XIX столетия построена гостиница Франция. В конце XIX – начале XX веков гостиница Франция принадлежала Потапию Пилиповичу Каптелеву. В 1914 году она принадлежала Софии Иосифовне Пасе. В конце XIX – начале XX столетия у гостиницы Франция было могилевское такси, так называемое «конка», которая по колейной дороге подвозила пассажиров по улице Днепровской, нынче Первомайской, на железнодорожный вокзал Могилёва. В дальнейшем дорога была демонтирована. Во время Первой мировой войны, когда в Могилёве располагалась ставка Верховного Главнокомандующего, гостиница была зарезервирована для флегель адъютантов свиты императора. В гостинице проживали генерал-адъютант Иванов, генерал Борисов, великий князь Дмитрий Палович, князь Игорь Константинович, граф Шармцев и другие. Позднее в соседних домах жили комиссар Временного правительства в штабе Верховного Главнокомандующего Владимир Станкевич и начальник штаба генерал Михаил Бонч-Бруевич. В ноябре 1917 года в Могилёв прибыли лидеры эсеров и меньшевиков, чтобы отстранить большевиков от власти. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, в двух комнатах, занимаемом Станкевичем, находились вожди эсеров Чернов, Аксентьев и Гоц и знаменитый меньшевик, бывший министр труда Скоблев. Во время немецкой оккупации в здании располагалась городская комендатура. Во время войны гостиница не пострадала. После военное время в гостинице располагался областной военкомат. В конце 1970-х годов здание по непонятным причинам было полностью демонтировано. Сегодня на этом месте уже ничего нет, за исключением небольшой цветочной клумбы. Пожалуй, самое интересное в нашем списке здание Царского Острога. Я недавно делал видеоматериал про тюремное здание в центре Могилева, которое построили, к слову, в первой половине 19-го столетия. При этом я не заострял внимание на осуществование в городе еще более старой тюрьмы. Пенитенциарии в губернских городах Российской империи имели статус губернской тюрьмы или же губернского тюремного замка. В начале 1820-х годов Могилевская губернская тюрьма была расположена на берегу Днепра при впадении реки Добровенки и представляла собой одноэтажное прямоугольное в плане кирпичное здание с воротами. Помещение тюрьмы разделялось на несколько камер. Отдельная камера была отведена под часовню. Сохранился фрагмент карты Могилева, где видно, что в 1835 году острог находился у впадения Добровенки в Днепр. Также сохранились воспоминания одного путешественника, который в 1826 году посетил Могилевский острог. В опыте описания Могилевской губернии сообщается, что в бывшем остроге находился склад пивного завода Леккерта. Генерал-губернатор Витебский, Могилевский, Смоленский, Калужский князь Хованский, вступив в должность в 1823 году, исследовал состояние тюремных замков в оверенных ему губерниях. В соответствии с его предложением Могилевскому гражданскому губернатору от 14 июня 1826 года был поставлен вопрос о перестройке в городе Могилеве нового каменного двухэтажного тюремного замка, поскольку старое здание отличалось теснотой, а берег, при котором оно было расположено, находился под угрозой подмыва Днепром. 31 декабря 1827 года Могилевский гражданский губернатор предоставил в распоряжении генерал-губернатора, составленный Могилевским губернатором землемером, план предполагаемого тюремного замка, а также смету на строительство на сумму 209 тысяч рублей. Однако в последующие годы от МВД разрешения на строительство нового тюремного замка так и не последовало. Меры же по улучшению состояния губернской тюрьмы ограничились ремонтом ее старого здания. В 1828 году в тюрьме содержалось 18 арестантов. С 1831 года хозяйственное обеспечение губернской тюрьмы находилось во ведении Могилевского губернского попечительного отюрмокомитета. В 1833 году генерал-губернатор Смоленский, Витебский и Могилевский предпринял повторный осмотр Могилевского тюремного замка. Здание было определено как невыгодное по местоположению, тесное и не способствующее соблюдение правил для попечительского общества о тюрьмах. В своем отношении к министру внутренних дел генерал-губернатор писал о необходимости скорой постройки нового тюремного замка в Могилеве. Однако вопрос о его строительстве растянулся еще на несколько лет, в течение которых принимаемые начальством меры ограничивались лишь поиском искусственных способов укрепления старого здания. Новое трехэтажное каменное здание Могилевской губернской тюрьмы было построено лишь в начале 1840-х годов на известном Днепровском проспекте. Также известно, что склады пивзавода Лекерта находились в этом здании до 1880-х годов. В некоторых источниках упоминается, что там был военный госпиталь, а немцы во время оккупации могли использовать его еще в качестве казармы. Так или иначе, но на снимках 1941-го, 1943-го и 1944-х годов здание находится в сохранности. Войну оно очевидно пережило и скорее всего не в самом худшем виде. На фотографиях 50-х-60-х годов это здание уже полностью отсутствует, что неудивительно, поскольку в это время улица Челюскинцев активно расстраивается и здание скорее всего разобрали для строительства дороги. Сегодня на месте здания находится улица и заправка Беларусьнефти. Пишите в комментариях, какая из сегодняшних историй вам понравилась больше всего. Не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии. До новых встреч!